Добрый вечер! За что так ненавидит единый государственный экзамен ЕГЭ? Велика ли в нем сейчас коррупционная составляющая? И что власти намерены с этим делать? Наконец, попал ли наш край в число наиболее подозрительных ЕГЭ регионов? Об этом и поговорим. Ну а начнем, как обычно, в понедельник с обзора прогноза событий на нынешнюю праздничную неделю. 11-12 июня в Москве пройдет учредительный съезд Общероссийского народного фронта, которому пророчат роль будущей суперпартии взамен Единой России. Делегацию края пять человек возглавит Александр Лазарев, известный врач и региональный лидер фронта. День России 12 июня будет отмечен большим фестивалем на Бирюзовой Катуне в программе «Народные гуляния и выступления звезд». Фестиваль обещано сделать ежегодным. Партии отметят праздник своими мероприятиями. Итак, про самую актуальную притчу в языцах, не политического свойства. Ну нет-нет, я не про ту, которая касается только двоих экс-супругов, я про ту, которая касается миллионов. То есть про единый госэкзамен ЕГЭ. Уж как его не чистили, не чистят. И по гибелю-то для традиций отечественного образования, извращением самой сути глубоко уважаемых учебных дисциплин. Отметились, я скажу иначе, попиарились, поспекулировали все, кому не лень. Но караван-то идет. На начавшейся неделе выпускники сдадут последние предметы. Общество знаний, химию, литературу, географию. Но главное, обязательные, да и многие другие предметы уже сданы. По двум обязательным предметам, русскому и математике, ЕГЭ писали в крае около 13 тысяч выпускников. Значительно меньше по биологии и истории, две с небольшим тысячи. А по информатике всего 500 с небольшим человек. Я-то считаю, что ЕГЭ в его нынешнем виде, который здорово подкорректирован в сравнении с первыми образцами, штука правильная. Вот уж поверьте мне, человеку, сдавшему кучу экзаменов, а потом и принявшему их в десятки раз больше. К ЕГЭ не подготовишься толком, конечно, за одну ночь. В отличие от традиционных-то форм. И не обаяешь комиссию красотой или красноречием. ЕГЭ сейчас учит не только запоминать, но и сопоставлять и анализировать. Впрочем, и ловчить, как любой экзамен. Да что там, как любое дело в нашей стране. Да, наши выпускники учатся выживать об обстановке коррупции. Тоже найти экзамен. Варианты ЕГЭ оказались в сети интернет раньше, чем у экзаменационных комиссий. Говорят о коррупции на уровне Федерального министерства региональных управлений по образованию. Еще одним распространенным нарушением стало списывание со всевозможных, включая электронные шпаргалок. Да и без подсказок со стороны учителей, как пишут СМИ, не обошлось. Тут я замечу, что сами варианты ЕГЭ в интернете беда совсем небольшая. Я имею ввиду варианты вопросов, которые не один десяток в каждом варианте без ответов. Ответы тебе приходится искать самому, причем нередко буквально за одну ночь. Тем самым ты прекрасно готовишься по всему курсу. Я бы предположил даже намеренную утечку. А что, педагогически это в известном смысле даже оправдано. Ну вот другое дело махинации на уровне самих экзаменационных комиссий и немыслимые баллы, которые оказываются то у детей чиновников, то у наших кавказских сограждан. Власти пытаются этим что-то делать. То это правильно. Вот только успешно ли или как всегда? Власти намерены перепроверить результаты ЕГЭ во всех республиках Северного Кавказа, Брянской области, Москве и Московской области и ряде других регионов. Из сибирских регионов подозрения вызвали результаты ЕГЭ по русскому языку в Кемеровской области. К Алтайскому краю пока претензий нет. Ну а реплика сегодня звучит так. Я считаю, ЕГЭ как способ проверки знаний выпускников превосходит прежние методы. И возвращаться к устным ответам и сочинениям просто глупо. Ну будто бы не списывали раньше. Еще как. По себе знаю. А бороться с вариантами в сети следует одним способом. Официально публиковать их. Все варианты числом, допустим, 15 в открытом доступе. Решишь задание. Это весьма непросто. Ты подготовлен к тому варианту из 15, который достанется именно тебе. Все по-честному. Увидимся в пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова